Я Люсина Арутюнян, представляю работу Ашхэнов Сэпиан, студентки факультета журналистики Российско-Армянского университета. В ходе летней практики Ашхэн выбрал актуальную в любое время тему, а именно экранизация книг и представление их в кинематографе. Тема была выбрана, конечно же, нелегкая, но Ашхэн справилась с ней очень хорошо. Музыка, подобранная под ее материал, полностью соответствует настроению ее репортажа. Подводя итог оценки ее работы, можно сказать, что для первого раза очень даже хорошо. Всем советую посмотреть ее видео. Очень часто фильмы, которые мы видим на больших экранах, оказываются экранизацией той или иной книги. Эти произведения бывают нам хорошо знакомы и наоборот. Таким образом, зритель получает возможность ставить на суд экранный продукт. Музыка, как и в сутки. Исходя из этого, частенько можно услышать следующие два подхода. А именно, экранизация абсолютно должна соответствовать книге. Или экранизация не может быть точь-в-точь похожа на книгу, так как, несмотря ни на что, существует режиссерский подход. Музыка, как и в сутки. Музыка, как и в сутки. Так должна ли экранизация соответствовать первоисточнику? Энциклопедический словарь формулирует довольно ясный ответ. Экранизация – это интерпретация средствами кинопроизведений другого вида искусства. Получается, главное в экранизации передать заложенные в первоисточники, используя киносредства. Таким образом, зритель будет оценивать экранизацию в первую очередь по тому, насколько она не дотянула или похожа на первоисточник. Различают три подхода к экранизации. Первый. Прямая экранизация. Это повтор книги в формате кино. Примером такого кино могут служить фильмы Криса Коламбуса «Гарри Поттер. Первые и вторые части» или сериал «Стрела». Второй подход. По мотивам. Задачей таких фильмов является показ знакомых произведений в новом ракурсе. В основном такой подход используется, когда книгу полностью нельзя перевести на экран из-за объемов. В современном кинематографе таких фильмов большинство, в их числе «Ородие смерти город костей», «Отверженные», «Голодные игры». Третий подход. Общая киноадаптация. Целью этого подхода является создание на основе книги нового своеобразного произведения. Общая киноадаптация совершает открытие в сфере культуры и киноязыка. На начальных этапах киноистории экранизации больше соответствовали первому типу. С течением времени появились вторые и третьи виды. Субтитры создавал DimaTorzok